В этом видео мы наконец посмотрим на Апплифт на практике. Так случилось, что у создателей этого курса есть своя библиотека для Апплифт-моделирования. Именно поэтому в данном курсе мы будем использовать ее. При разработке библиотеки нам очень хотелось создать инструмент, который будет максимально похож и интуитивно понятен каждому, кто использовал Scikit-Learn. Отсюда родилось название библиотеки Scikit-Апплифт или сокращенное Аскалифт. Давайте разбираться, чем нам не подошел Аскалер и почему нам пришлось изобретать собственный велосипед. Прежде чем переходить к дальнейшему обсуждению, пожалуй, стоит отметить, что основная разработка библиотеки ведется в репозитории на GitHub, а документация располагается по адресу upliftmodeling.com. Перейдем к сравнению Scikit-Learn. Как вы могли понять из предыдущих видео, в отличие от классических моделей машинного обучения, в апплифт-моделировании помимо матриц X и Y существует некоторая новая сущность. Это вектор Treatment, он же вектор взаимодействия, вектор T, или в других лекциях мы обозначали его как вектор W. Поэтому в случае апплифт-моделирования в каждую функцию или класс мы должны передавать не только X и Y, как это сделано в Scalern, но и еще один новый параметр — T. На момент записи курса актуальная версия библиотеки Scalift — 0.4.0. Давайте установим этот пакет, ячейка номер один. Теперь импортируем наиболее важные модули — это Pandas и некоторые функции из Scalern. Давайте разберемся подробнее, из каких подмодулей состоит наш пакет. Выделим четыре основных подмодуля — это Datasets, Models, Metrics и Vis. Первый подмодуль, который мы посмотрим — Scalift Datasets. Нам очень хотелось, чтобы апплифт-моделирования продолжало бурно развиваться не только в теории, но и на практике. Из курса мы узнали, что для апплифт-моделей мы должны особым образом собирать обучающую выборку. Так как данные играют большую роль, то мы постарались собрать все известные нам открытые датасеты в одном месте. И это место стало как раз отдельным подмодулям. С помощью функции данного модуля пользователь может очень быстро скачать и воспользоваться различными апплифт-датасетами. На данный момент в модуле представлено пять датасетов. Название функций, возвращающих датасеты, содержит в себе имена компаний, которые опубликовали эти данные. Исключением является один датасет — Hillstrom. Датасет назван в честь автора этих данных. В данном ноутбуке воспользуемся датсетом от Megafon, который был использован в соревновании по апплифт-моделированию. Данный датасет представляет собой информацию о 600 тысячах клиентов. У них есть 50 признаков. И вектор тритмента, и вектор выполнения целевого действия. Вот функция Fetch Megafon возвращает как раз-таки кортеж из трех этих сущностей. Дата — табличка вида, объект-признак, Target — это серия о выполнении целевого действия и Treatment — это также серия о выполнении целевого действия. Так вот, здесь в ноутбучке выведен сам датасет, здесь выведен вектор целевого действия и также вектор тритмента. Мы видим, что вектор тритмента сополнен значениями Control и Treatment. Наша библиотека не рассчитана на это. В общем-то, флаг тритмента должен быть единичка или нолик, поэтому изменим эти значения на единичку и нолик, соответственно. И помимо этого, также сразу разделим нашу выборку на обучающую и валидационную. Сделаем это стратифицированно по двум колонкам. По колонкам Treatment и Target. Таким образом, у нас получилось, что в обучающую выборку попало 420 тысяч абонентов, а в валидационную — 180 тысяч. Так, перейдем теперь к моделям и рассмотрим, какие модели представлены в нашей библиотеке. Значит, прежде чем говорить о моделях, стоит отметить, что все модели, которые есть у нас в библиотеке, они не представляют собой классические модели машинного обучения. Это некоторые мета-модели, в которых на вход подаются эстимейторы, которые совместимы с Escaler. Это может быть или линейная модель из Escaler, или Random Forest из Escaler, или любая другая модель, которая соответствует этой конвенции Escaler. LightGBM, CutBoost, XGBoost и многие другие. В данной ноутбучке мы в качестве такой модели будем использовать LightGB, а в качестве мета-моделей пройдемся по всем, которые есть на момент записи в нашей библиотеке. Итак, начнем рассматривать мета-модели, представленные в Escaler, с модели, которая называется SoloModel. Так, это модель, где вектор-тритмент идет в качестве признака. В общем-то, процесс обучения достаточно простой. Процесс применения модели представляет собой два предикта. Первый предикт — это к нашему валидационному датсету добавляется вектор тритмента, где все единички. И ко второму датсету добавляется вектор тритмента, где все t равно нулю. Таким образом, получается значение плевта. В коде это выглядит достаточно просто. Сначала мы импортируем нашу мета-модель, далее создаем наш эстимейтор и передаем его в SoloModel. Также можно указать метод, метод, которым мы будем предсказывать. Чуть позже поговорим о втором значении. Затем, как обычно и как нам удобно это делать в эскалерне, мы просто делаем fit, но на этот раз передаем не только x, y, но и вектор-тритмент. Таким образом, у нас обучается наша модель. И затем мы просто предсказываем, и когда мы предсказываем, здесь ничего не отличается от эскалерна, мы просто подаем матрицу x. Все вот эта магия с созданием дополнительного столбца делается под капотом внутри самого эскалернера. Ну и теперь перейдем ко второй модели, которая представлена также в SoloModel. Это взаимодействие признаков. В данном случае у нас матрица фичей перемножается с столбцом взаимодействия. Таким образом, мы наиболее важные признаки учитываем несколько раз. И здесь все аналогично предыдущему пункту, только на этот раз при объявлении SoloModel мы значение поля метод передаем treatment interaction. И все ровно так же обучаем модель и делаем наше предсказание. Теперь рассмотрим подходы с двумя моделями. Не буду много говорить здесь про процесс обучения, вы уже слышали его на лекции. Но в данном случае мы должны объявить два эстимейтера основных. И в данном случае мы объявляем его как для treatment, так и для контрола. И затем объявляем two models, в которые передаем два этих эстимейтера. И также указываем здесь метод. Как вы помните из лекции, из лекции у нас может быть несколько различных методов. Вот первый самый тривиальный, когда мы обучаем две независимые модели. И аналогичным образом, как и в предыдущих пунктах, у нас происходит процесс обучения, куда мы передаем три матрицы, это x, y и treatment. И ничего нового, опять же, мы просто предсказываем, передавая валидационную матрицу на вход методу predict. И еще один подход, это также two models, только перекрестные модели. С точки зрения пользователя библиотеки, он отличается лишь тем, что мы передаем другое значение параметру метод. Мы можем передать ddr-control или ddr-treatment. И ничего не поменяется, все так же. В момент обучения мы передаем три переменных и матрицу валидации на метод predict. И последний класс, который мы обсудим, который реализован в нашей библиотеке, это трансформация классов. Мы создаем новый целевой вектор, этот вектор равен единице, если мы знаем, что на конкретном наблюдении результат при взаимодействии был таким же хорошим, как и в контрольной группе, если бы мы могли знать результаты в обеих группах. Вот именно здесь это и написано. И мы также объявляем какой-то estimator, передаем его в нашу метамодель и обучаем и predictим. Таким образом, мы рассмотрели модели, которые реализованы в нашей библиотеке и научились их обучать и предсказывать.